Сарга 81. Понимание несуществования разума. Васиштха продолжил. Произведя таким образом внутреннее самоисследование, мудрый должен и далее размышлять на тему самопознания. О могучий Рама! Если разумом понимается, что только чистое сознание есть весь этот мир, то что такое разум? Разум тогда, несомненно, не существует. Из-за невежества он не разум. Из-за иллюзорности он абсолютно нереален или совершенно не существует. Он подобен дереву, которое из-за фантазии видится в пустом пространстве. Для мальчишки в плавущей лодке дерево на берегу кажется движущимся. Также и нереальный разум для глупца кажется активным, но не для мудрого. Когда пропадает это глупое заблуждение, разум более не видится, как когда останавливается движение карусели. Гора больше не кажется движущейся. Поэтому разум не существует, есть только Брахман, который является моей сущностью. Восприятие объектов существует благодаря разуму. Поэтому они тоже нереальны. И я оставляю их. Все мои сомнения окончились, лихорадка страданий прекратилась. Потому что я пребываю в собственной природе, и мои желания ушли. Когда разум не существует, прекращаются детские желания и стремления. Как когда закрыты глаза, прекращается видение разнообразных форм и цветов. Разум мертв, и желания пропали. Клетка заблуждения разрушена. И родилась не эгоистичность. Я пробужден в это состояние. Если есть только единое сознание, в котором пропадает мир, и в разделении нет реальности, тогда как и о чем мне размышлять? Я достиг чистого состояния, бесконечного и безначального, в котором нет иллюзорных отражений. Я есть вечное, чистое сознание, неподвижное, вездесущее и тонкое. Что и существует, и не существует, где разум, истина и прочие объекты нереальны, то есть бесконечное, недвижимое, недвойственное, невообразимое, чистое сознание, которое чище самого чистого пространства. Пусть разум существует или умирает. К чему это исследование, когда чистое сознание утвердилось в полном спокойствии? Я был погружен в самоисследование и по глупости пребывал в ограниченном понимании себя. Но с помощью этого исследования я стал безграничным. И где теперь тот исследователь? Теперь разум мертв, и многочисленные рассуждения совершенно ни к чему. К чему оживлять мыслями этого демона разума? Я оставляю все склонности и размышления, и, сосредоточившись на святом Ом, я в полном спокойствии и тишине пребываю в собственной природе. Уракхава, мудрый человек, должен использовать свой интеллект для таких размышлений, где бы он ни был и чем бы ни занимался, и когда ест, и когда идет, и когда спит, и когда стоит. Тогда разум сам по себе пребывает в своей собственной природе, его волнения пропадают, и он в спокойствии продолжает выполнять то, что положено ему по природе. Мудрые живут в радости и спокойствии, с легкостью выполняя дела в этом мире. Их волнения и глупые желания прошли, и они сияют внутренним светом, как полная луна в осенних небесах. Этим заканчивается Сарга 81 Понимание несуществования разума Книги Пятой об окончании Маха Рамаянны Шрии Васиштхи Ведущей к освобождению Записанной Валмики Маха Рамаянны Шрии Маха Рамаянны Шрии Маха Рамаянны Шрии Ведущий Этима Шрия